Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Думаю, что многие из вас уже познакомились с содержанием экономического календаря и знают то, что эта неделя может оказаться еще более динамичной, чем ту, которую мы разбирали, собственно, несколько дней назад. Те отчеты, которые впереди, мы на брифингах, безусловно, будем делать большую ставку по мере наступления соответствующих торговых сессий. Хочу отметить, что каким бы инструментом вы бы не спекулировали, тот фундамент, который грядет, даст вам возможность поработать с хорошими новостями, ну и, разумеется, с волатильностью, которая, будем надеяться, все же приведет к усилению движения инструментов в том направлении, которое нам необходимо. Мы продолжаем покупать доллар, мы продолжаем делать ставку на коррекцию рисковых инструментов. По некоторым валютным парам мы как никогда близки к целевым ориентирам. Здесь особый акцент делается на австралийцах, где мы до сих пор не можем выжить. Уровень 0,73. Уже сколько раз подбирались вплотную к этому уровню, однако новостной фонд подкидывал сюрпризы, которые, в конце концов, позволяли австралийцу все же отбиться от 0,73, даже не достигая этого значения, уйти в район 0,74. Вот сейчас по австралийству находимся чуть повыше. Но сразу хочу успокоить, друзья, в этот раз мы с вами ждем хороший фон по Австралии. Это завтрашний протокол Резервного банка Австралии, последнее заседание, которые, будем надеяться, в соответствии с ожиданиями будут настолько мягкими, что обязательно создадут условия для ослабления данного рискового инструмента. Помимо, собственно, австралийца, мы продолжаем следить за статистикой, которая публикуется по Штатам. И сейчас статистика явно важнее, чем всегда, потому что мы видим, как статистическому фону удается пересилить весь негатив, который связан с усилением торгового противостояния между США и Китаем. Хотя сегодня я, скажем, с хорошими новостями по этой теме, вроде бы как обошлось нам на закрытие недели безбрачных, пугающих твитов Трампа. И вот сегодня мы уже имеем возможность не касаться темы того, что на закрытии недели этот конфликт был усилен. Это хорошо. Это значит то, что мы точно сейчас можем делать даже большую ставку, нежели чем всегда, на макроэкономические отчеты по Штатам и анализировать их с точки зрения того, как они повлияют на вероятность изменения курса монетарной политики и темпы ужесточения политики просто процентных расставок. Основное ожидание остается прежним. Оно когда-то было чрезмерно оптимистичным, сейчас оно более чем реальным. И я хочу лишь поблагодарить собственно тех из вас, кто так же как и я верил в силу доллара и верил в то, что эта валюта обязана опираться на тот фундамент, который есть. Фундамент абсолютно однозначный, недвусмысленный, который предполагает несколько еще действий, связанных с ростом процентных ставок. Доллар японская иена сейчас подрастает. Мы, к сожалению, не достигли на закрытии недели отметки 113, но хай был всего лишь в нескольких десятках пунктов от этого уровня. То есть хай по паре доллара и японская иена, по-моему, 112.79 или даже 112.80. Ну, особо не имеет значения. Там пункт, несколько пунктов мы не дотянули до этого уровня. Важно, что доллар сохраняет вокруг себя преданных покупателей, ну и, конечно же, поднимает им настроение, периодически, подтверждая свое движение и развитие в рамках восходящего тренда. Ну, о долларе мы также еще поговорим. Давайте обратим внимание на содержание первых дней этой недели, к чему нам готовиться. Собственно, сегодня пройдет встреча Путина и Трампа. Может быть, даже этот новостной фонд более интересен тем, кто спекулирует российскими фондовыми инструментами, может быть, даже индексом МВБ или РТС. Ну, уж, по крайней мере, этот фонд должен быть интересен также и спекулянтам по рублю. Потому что то, что будет обсуждаться, в каком формате это будет обсуждаться, будут ли какие-нибудь намеки на послабление санкционного режима, что, конечно же, вряд ли это было бы крайне странно, учитывая последнюю позицию Трампа, явно свидетельствующую о том, что ни для кого он исключение делать не хочет. Поэтому, на мой взгляд, встреча будет только лишь формальной. Но, учитывая спекулятивные интересы к этому новостному фону, может быть, и до этого события, и в момент, конечно же, активы походят. Но каких-то серьезных движений я не ожидаю. Поэтому это так лишь, скажем, событие, за которым можно последить и за ним можно понаблюдать. Потому что, ну, для рынка оно может быть не столь значительно, собственно, как, по крайней мере, для какой-то дополнительной информации о том, где сейчас находится, скажем, в какой стадии отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Сегодня у нас также роничные продажи по Штатам. Я думаю, что не нужно делать много акцента на то, насколько важна эта статистика. Потому что я фактически каждую неделю, каждый брифинг пытаюсь сделать понятной логическую цепочку, простые ему заключения для вас, друзья, для рядовых трейдеров. И эта цепочка выводов, рассуждений, она очень простая. Американская экономика опирается на активность потребителей. И, соответственно, чем выше потребители, чем больше потребители тратят, тем больше возможностей для роста инфляции и тем больше шансов на то, что ФРС будет предан более высоким темпам повышения процентных ставок. Вот сегодня роничные продажи. Я уверен, что статистика, собственно, так же, как и прочие отчеты, которые мы с вами анализировали, точно не разочарует. Мы сегодня можем получить еще больше оснований для роста доллара. Даже если в моменте доллар не отработает хороший фундаментальный отчет, ничего страшного, мы, по крайней мере, поместим еще один потенциально синий релиз в общую вот эту корзину, копилку, как угодно можно назвать, либо в общий фундамент того роста долгосрочного, который уже прослеживается, собственно, прямо с начала этого года и будет сохранять вот эту тенденцию и дальше. Большой акцент на этой неделе мы сделаем на фунт, потому что, судя по всему, по самому, скажем, неблагоприятному для нас сценарию фунт не стал развивать движение, то есть выдержал, выдержался выше отметки 1.31. Сейчас британец торгуется на отметке 1.32-1.37, хотя думаю, что за последние несколько минут ситуация чуть-чуть изменилась, ну, в целом, уверен, что мы держимся выше планки 1.32. Сейчас расскажу, почему в отношении фунта снова мы говорим о позитиве, почему фунт поверили. Хочу отметить лишь то, что, исходя из ожиданий тех отчетов, которые грядут, собственно, завтра у нас рынок труда по Англии, в среду у нас данные по инфляции, в четверг хроничные продажи. Весь этот фундамент мы с вами проанализируем с точки зрения приближающегося августовского заседания и, собственно, на мой взгляд, неизбежного повышения процентной ставки. Поэтому, если стат данные не разочаруют, возможно, на этой неделе мы будем благодарить также и британца за то, что он, наконец, прислушался к здоровому фундаменту и смог погасить вот это разочарование от немного вяло, ну это, конечно же, громко сказано, на самом деле, очень даже вяло от текущих переговоров по Брекзиту. Также, друзья, помимо данных по Англии, мы будем еще и следить за статистикой по еврозоне. Особый акцент предлагаю сделать на данные по инфляции, потому что мне, так же, как и вам, по-прежнему интересно все же, что будет с монетарной политикой дальше. И понятно, что еврозона, европейский центральный банк, переживает за перспективы отношений с Соединенными Штатами Америки, переживает за этим, немножечко уже более, скажем, с охлажденными намерениями смотрит на выход из программы количественного смягчения и последующее повышение процентных ставок. Если мы, как продавцы, на этой неделе, в среду, получим еще и слабые цифры по инфляции, тогда, на мой взгляд, будет уже окончательно ясно и очевидно, что повышение процентной ставки, как и ранее предполагалось, точно будет отложено на конец 2019 года, а может быть даже уже будут основания говорить о том, чтобы европейский центральный банк придержал лошадей на более длинные дистанции, более длительный период и, может быть, отнес даже повышение процентных ставок на 2020 год. Но это совсем уж тоже сейчас значительная перспектива. Давайте все же смотреть поближе. А поближе это как раз вот данные по инфляции, потом уже с вами будем делать и выводы. Что касается нефти, новостной фон не изменился, но я с большим удовольствием повторяю те причины, которые могут оставаться основным драйвером для последующего ослабления. После тех распродаж, мы говорили с натяжкой практически 10% по бренду, которые мы видели, рынок немного успокоился, несколько торговых сессий, то есть четверг, пятница у нас даже закрытие в плюсе, поэтому я считаю, что перепродность, которая в моменте образовалась, она уже снята, рынок после выходных перезагрузился и сейчас можно снова развивать нисходящую динамику. Почему можно снижаться? Да потому что у нас ожидания, возобновления поставок, которые в принципе это уже решенный вопрос, конфликта пока что нет в Ливии, поэтому мы ждем прежних до поставок рынок от 700 до 800 тысяч баррелей в сутки. Мы говорим о актуальном торговом конфликте, мы говорим в связи с этим о тех рисках, которые нависли над мировым экономическим ростом. Я хочу еще отметить, друзья, я попробую покопаться, опять же, в новостном фоне, но вот особо не разбирался, опять же, в статье, надо ее еще, скажем, грамотно перевести, посмотреть, что там, почем. Ну, вроде бы как есть сигнал о смягчении позиции Трампа относительно иранского вопроса. Вы помните, что санкции мы с вами ждем, это как решенный вопрос уже, со 4 ноября они вступают в силу, но может быть, Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, мог даже включить и заднюю, по мере, собственно, наступления уже осеннего сезона. Я не знаю, как будут обстоять дела на глобальной арене, международной. Возможно, вот эта протекционистская позиция Трампа, ну, настолько сильно разрастется, усилится, что в конце концов сам Трамп принят решение, может быть, не усугублять обстановку на каких-то дополнительных, скажем, тыловых фронтах. И если, ну, все будет по такому сценарию, все пойдет, то, возможно, действительно, вот эти сейчас заголовки, которые, на мой взгляд, являются довольно громкими, предполагающие потемление отношений с Ираном, они, в конце концов, перерастут в нечто большее. И мы уже не будем говорить о потенциальном сокращении поставок из Ирана, как о факторе, который может простимулировать рост цен на нефть. То есть, Ливия, замедление экономического роста, Иран, ну, понятно, в каком формате. И еще хочу выделить данные по Китаю. Ну, во-первых, с конца прошлой недели статистика, указавшая на то, что очень резко сократился импорт в Китай нефти. Это все уже отголоски того, что китайская экономика демонстрирует явно уже не те темпы экономического роста, как раньше. И в подтверждение моих слов, буквально несколько часов назад вышли отчеты по промышленному производству и ВВП, где только лишь красные цифры, промпроизводство 6,8% до 6%, темпы экономического роста 6,8% до 6,7%. Экономика замедляется. Все это следствие тех накопленных проблем, о которых мы говорили. И накладывается на все это еще и непонятно в каком формате и насколько плохо развивающееся отношение со Соединенными Штатами Америки, как ни крути. Даже если Китай будет все же нагрызаться, идти на похожие, пусть не в таком формате, не в таком масштабе ответные меры, ну, это не может, в конце концов, не сказаться на замедление экономического роста. То есть я готовлю вас еще к более слабым цифрам. Поэтому у нас риски для мировой экономики не только из-за торгового конфликта, у нас риски из-за того, что и без торгового конфликта ключевой потребитель нефти уже отчитывается о более слабых показателях экономического роста. Это скажется на спросе, друзья. Поэтому по нефти я надеюсь, вы также, как я, продолжаете делать ставку на ослабление, на снижение. И у нас, как минимум, ближайшая цель, которая сейчас впереди по бренду, это 70 долларов за баррель. Доллар японской иены, отчасти уже поговорили, особо останавливаться не будем. У нас сильные данные по инфляции, максимум за последние 6,5 лет. У нас комментарии Манучина, которые без конкретики. Но для многих, собственно, был положительный такой сигнал, связанный с тем, что переговоры между Китаем и США могут возгновиться. Хотя столько было уже комментариев по этой теме, но переговоры не возгновляются. В целом, для общего развития, опять же, я отдал вам эту информацию, хотя она особо и не нужна. Мы видим, как доллар даже на прошлой неделе, когда мы говорили лишь об исключительном факте эскалации этих отношений, конфликтности, доллар все равно чувствовал себя бодряком. И, на мой взгляд, это явное доказательство того, что доллар сейчас отыгрывает только лишь макроэкономические данные, сильные, позволяющие нам спекулировать на, собственно, темпах повышения процентной ставки. Я предлагаю сделку, друзья, по доллару и японской иене, это Байлимит с отметки 112.10. То есть, если мы просядем ниже текущих значений, вернемся к поддержке 112. На мой взгляд, было бы неплохо поднять валютную пару с этого уровня и ждать, как минимум, 113 уж точно. Очень хороший фундамент на этой неделе. Я надеюсь, что он повлияет на повышенный спрос на доллар. Доллар-франк, мы давно не говорили про эту валютную пару. Ждали также давно паритетное значение. Сейчас оно достигнуто. Друзья, поздравляю тех, кто все же поверил в рост доллара и поверил в то, что франк будет неминуемо слабеть, потому что Национальный банк Швейцарии проводит, на мой взгляд, одну из самых на текущий момент агрессивных, мягких экономических политиков. И, собственно, не стесняется в проведении валютных интервенций, когда это необходимо. И не стесняется даже признаваться в этом. Ну, может быть, это и правильно, потому что все мы понимаем, почему сейчас Швейцарии нужна более слабая валюта. Паритет, это, на мой взгляд, была цель, ну, цель наверняка, которую мы должны были сделать. Мы достигли, я считаю, что для тех, кто, собственно, не спекулировал длинными позициями, ну, может быть, сейчас уже нет смысла заходить в эту валютную пару. Тех, кто покупал там еще с отметки 0,97, 0,96, 0,98, ну, нужно держать и ставить уже на то, что пара сможет прошагать еще несколько сотен пунктов уж точно. По британцу отметил, что есть обновленный новостной фонд. Сразу хочу о сделке. Байлимит предлагаю рекомендации. Покупки фунта против доллара с отметки 1,32. И почему сейчас снова поверили в фонд? Потому что на заседание Совета ЕС в Брюсселе, которое прошло в пятницу, Англия, представила предложение по ряду вот этих таможенных вопросов, финансовых вопросов. И сейчас предложение на рассмотрение. Но мне почему-то, друзья, кажется, что все же Тереза Мэй в этот раз подготовила тот документ, который пусть и встретит критику, но не в таком формате, как раньше. То есть какие-то положения устроит Европейский Союз. Об этом мы узнаем, собственно, уже на этой неделе. И, может быть, позитив в отношении фунта связан с тем, что Тереза Мэй договорилась с Трампом о том, что они заключат двустороннее торговое соглашение, которое позволит вывести товарооборот на совершенно новый уровень. По словам Трампа, он может вырасти не то чтобы в два раза, он может продемонстрировать даже пятикратный рост. И если раньше трейдеры переживали, опять же, со ссылкой на комментарии Трампа о том, что США договорится с Англией только в том случае, если процедура Брекзита будет жесткой, если Англия не будет поддерживать теплые отношения с Европейским Союзом. Но, судя по всему, Трамп сейчас смягчил, скажем, гнев на милости, сменил позицию и готов, собственно, договориться с Лондоном, даже в том случае, если Брекзит пройдет более-менее мягко. Я вижу в этом определенный политический прогресс. Я вижу в этом положительный фактор, позитивный момент для фунта. И надеюсь, что мы сможем удержаться выше, помните, вот это сакральное уровень, которое мы с вами обозначали, 1.31. То есть я лично закрою позицию длинную. Если пара фунт-доллар доберется к этой планке 1.31, может быть, немного даже психану на фунт и какое-то время вообще его не буду касаться, потому что фунт, вот уже сколько месяцев мы им спекулируем, верим и приносит лишь одни убытки. И если все же при таком фундаменте, который сейчас вот зреет, пара не сможет держаться выше отметки 1.31, но тогда, возможно, все будет дальше плохо с этим, до этого валютных активов. Но пока держимся, давай цепляться дальше за этот позитив. Мы верим еще в его мощную статистику и верим в то, что пара уверенно закрепится выше отметки 1.33. Евро против доллара. Да, на вот этих комментариях со ссылкой на Мночина о том, что переговоры между США и Китаем могут возобновиться, риск сейчас чуть-чуть приободрился, но ненадолго, на мой взгляд. Поэтому по евро-доллару не нужно перекладывать позывы в длинные. Считаю, что 1.15 мы непременно сделаем. Хотя бы потому, что нам придется вернуться к разговорам о монетарной политике. И произойдет это как минимум в эту среду, после того, как выйдут данные по индексу потребительских цен. Я, друзья, предлагаю сделку, тоже использую sell limits, отметки 1.17.20. Доллар канадец. Ждем с вами данные по инфляции, которые будут опубликованы, собственно, в эту пятницу. Непременно канадец покажет мощную реакцию, галатильность на факт выхода этих данных. Мы видим, как сегодня на азиатской сессии пара доллара канадец спускается. Напоминаю, нам нужна в идеале цель 1.30.50. И судя по тому, как начинается эта неделя, у нас очень высокие шансы, что мы краткосрочно сможем добраться до этого уровня. Дальше держать пару, направленную на ослабление доллара и рост канадца, на мой взгляд, не будет иметь смысла, потому что очень много рисков, опять же, связано с тем, как будут обстоять переговоры по нафту. Потому что, как ни крути, несмотря на то, что мы убрали сейчас торговый конфликт на второй план, мы понимаем, что стоит только на рынке появиться, опять же, комментариям, посвященным этой теме, как рынок, хочешь не хочешь, но сделает эту тему центральной и будет снова спекулировать ей с точки зрения вреда для мировой экономики и для тех стран, которые прежде всего сейчас фигурируют в теме, касающейся новых отношений, новых торговых соглашений со Соединенными Штатами Америки. Канадец, конечно же, очень уязвим в связи с этим, но все равно пока что давайте ждать уровень 1.30-1.50, потому что прежде чем мы пойдем выше, я думаю, что пара должна скорректироваться к указанным значениям. Друзья, ну и на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой недели. Увидимся мы с вами, как и всегда, завтра в 9.30 по московскому времени. Но еще, скажем, одно предложение вам сегодня о тех, кто делает большую ставку на фундамент и понимает, насколько важно быть в курсе, оставаться в курсе именно о преемственности фундаментальной, я приглашаю вас сегодня на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Как и всегда, мы будем разбирать события минувшей недели и поговорим чуть детальнее о тех событиях, которые грядут, собственно, на этой неделе. Для общей информации точно будет не так лично. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.